Скорее всего, этот случай уникален. Коренной питерец ради любимого хобби оставляет навсегда столичный город, продает квартиру и уезжает в далекую деревню Старополе на периферии Ленинградской области. Вадим Всеволодов. Один из первых, кто в нашей стране взял в руки металлоискатель. Поиск кладов для него не просто стремление или страсть, скорее смысл жизни. День ото дня он в поиске. Вадим входил в самую известную страну команды Копорей и был весьма успешен, но сейчас ищет один и отдает увлечение все свое время. Вот уж действительно счастливый человек. Правда успевает еще и лодки пластиковое делать для поддержания штанов. С Рудольфом он хотел встретиться давно и двух пиццам экстра-класса было о чем поговорить. Алло. Ну как тебе сказать сейчас вообще-то? Немного сказали. Ну что? Вперед, к Дубам. Мы едем к Дубам на некое урочище, где когда-то был найден клад. Но в дороге есть что обсудить. Вадим, а вот ты нашел около 50 кладов в своей жизни. Какой самый ценный? С материальной точки? Да, с материальной точки. Ну, парочкой было. Это серебряные рубли были и динарии. По схему? Ну, один по наколке динарии были найдены. Ну, это мы компанией нашли. Ну, это достаточно большое. Это, в общем-то, по записи. Там были отдельные монеты найдены. Ну, вот. Как бы это зафиксировано было. А мы ездили просто-напросто, значит, по этим сведениям и добирали остатки, что называется. Ну, и так называемую маму искали. Потому что раз фрагменты монет, вполне очевидно, что, ну, большая вероятность, что сам как таковой клад, и он остался не найден. Ну, вот. Что при распашке просто зацепили там край, вытащили монетки. Непосредственно сам он остался в земле. Ну, вот. В данном случае так оно и получилось. Ну, вот. С динариями. То есть, какие-то монетки были зацеплены, вытащены, собраны. Это мы сданы в Эрмитаж. Ну, это непосредственно сам он оставался там. Ну, вот. Ну, в основном, как это ни странно, все-таки клады находятся случайно. Хоть вроде как, казалось бы, специально их все ищут, но когда он находится, потом задним числом уже начинают к какой-то логике привязывать еще что-то. Ну, вот. Мое личное наблюдение, что все это привязано уже задним числом после того, как он найден. А вот алгоритм, чтобы его найти уже в какой-то логике, все-таки ее не существует. Потому что находятся они, где порой не ожидаешь. Потом уже кажется, да, вот я же сюда приехал, я же здесь искал, там, да, и вот я его нашел, вычислял. Да ничего подобного. И на круг, мое личное наблюдение, количество найденных кладов впрямую зависит от количества часов, проведенных с прибором. Вот и все. Вот. Какой-то четкой закономерности лично я так и не нашел. А по объему какой самый большой был клад? Ну, по объему это пятаки были. Ну, Мерседесы сломали пооружину на Геленвагине. Ого, а вообще сломали пооружину на Геленвагине? Сломали на Геленвагине. Это сколько их там было? Килограммов 400. А какие пятаки? Екатерининские. И хорошего сохрана? Клады всегда хорошие сохраны. Это какое-то свойство, когда монеты лежат вместе. Они почему-то очень хорошо сохраняются. Порой даже патины может не быть. То есть они остаются даже блестяще. Видим, какой-то такой загадочный процесс происходит. Сохраняются почему-то они, когда вот большим объемом монеты. Достаешь горшок серебром, верхние монеты зеленые. А дальше идут вот беленькие частенькие. Просто без батины даже. Куда дели кладку, которую 400 килограмм? Правда, мы обрушили цены на Екатеринские пятаки по всей стране на тот момент. И когда мы продавали, к нам даже люди подходили и говорили, не покупайте пятаки. Кто-то их нашел такое количество, что они сейчас вообще больше никогда цениться не будут. Ну ничего. Разошлись, страна большая, да? Ну, во-первых, страна большая. Во-вторых, странная тоже может быть нелогична, это кажется. Но чем больше находится вот этого материала, вот таких монет, тем цены в конечном счете становятся выше. Казалось бы, должно быть наоборот. То есть много монет, значит, должны падать цены. Но дело в том, что появляется достаточно много материала. Да, много материала появляется. Появляется больше коллекционеров, начинают люди коллекционировать. Если раньше это был удел избранных, так сказать, то сейчас это может себе позволить, в общем-то, любой там побыватель. Ну вот, появляется больше коллекционеров. Ну вот, соответственно, цены начинают расти. Так, сейчас. Вот там вниз спускаешься, будет налево от вилка, и вот грунтовая дорога по ней. Проезжаешь чуть-чуть вон до выгода стоят. Клад, если он не разгербаненный, есть просто люди, которые именно клад, которых интересует. Ну, как бы тут уже получается на доверии одно из их условий, чтобы больше, чтобы ни одна монетка из этого клада не ушла на сторону. То есть не сортировался ничего. И часто люди платят, как бы, дороже за целый клад, чем если бы даже его распродать по монетке. Главное – ценность. Целостность. Да, да, именно целостность. Но вот мы на месте. Пейзаж словно с картины Левитана. Дубы эти знаменитые. Когда-то здесь приключилась история, да не самая благостная для троих кладоискателей. Решили перекусить прямо под дубом. Вадим тем часом продолжает свой рассказ. Именно под дубом нашли клад серебряных монет. Такой нормальный клад. Ну и там получилось так, что... Короче говоря, не поделили они их. И все это мимо рук у них ушло. Все у них отобрали, конечно, еще 10 монет. Двое друг друга обманули. Обманули третьего вдвоем. Потом все это начало залезать. Там третий узнал, что его обманули. Они там часть... Ну сказали, что меньше нашли, чем на самом деле. Потому что все это всплыло. Чуть-то перезрались еще на месте, когда нашли так. Оклад там монет? Кто-то отомстил, значит, это бандитам. Сказал о том, что эти жидко-богатые. Ну и, короче, началось. Насколько я знаю, со всего клада они смогли купить один прибор. Клад там монетный, да, был? Монетный, да. И рубли серебряные. Много? Ну, насколько я слышал, порядка 200 рублей. Ого-го-го-го. То есть можно было купить достаточно 20 приборов. Долгосостояние реально могло поправиться у людей. Образ жизни мог измениться на некоторое время. Тем не менее, не получилось. Это исключительно случайно. Вообще, как люди, которые совместно находят клады, наверное, все-таки находят общий язык, делят их? Обычно да. То есть вот у нас, например, была компания. Не могу вообще сказать чего-то плохое, чтобы у нас какие-то проблемы были при делении и так далее. Ну, естественно, там и навстречу иногда идет. То есть бывает с тобой в компании человек, который коллекционирует вот такие монеты. Понятно так? Ну, договариваются. Все это оговаривается. Единственное, что, как это иногда людям не смешно кажется, вроде как это делить неубитого медведя, как говорится, не положено. Но лучше всегда оговаривать правила и условия дележа еще до того, как достали приборы. Потому что потом уже... Ну, можно без письменной формы, конечно. Потому что потом оговаривать условия достаточно сложно. А найтися может в любой момент. Потому что дело дурное абсолютно и непредсказуемое. Ну, не знаю, меня бог миловал. Я не попадал в такие ситуации, чтобы было как-то не поделить или конфликт какой-то. Скажем так, у нас была компания, у нас был сразу договор. То, что все идет... Делятся деньги. Понимаете. Потому что делить находки достаточно проблематично. Поэтому мы не были коллекционерами и боролись с этим делом. Коллекционирование это тоже страсть, с которой надо все-таки бороться. Тем более, если человек становится коллекционером, естественно, у него уже некоторая тенденциозность проявляется в поисках. То есть он начинает искать для своей коллекции. Соответственно, там и места. То есть он перестает быть универсальным человеком. После обеда решили все же поискать. А вот что осталось. Я думал, тут они подскосили получше. Но надежды наши, что поле скошено, не оправдались. Трава по колено. Но раз уж приехали, надо попробовать. Хотя нет, бесполезно. Непробиваемо. Катушка скользит высоко над землей. Когда трава высотой полметра, искать просто невозможно. Нужно ждать, когда эту полянку или вспашут, или выкосат траву. Потому что металлоискатель теряет сантиметров 20 глубины. А значит, практически монету не найдете. Только если она лежит с поверхности. Поэтому идем на тропинку и ищем на тропинке. Есть утверждение, что тропинки полевые, стежки, дорожки. В большинстве своем лежат там же, где сотни лет назад был проложен первый след. Поэтому искать на них перспективно и, как следствие, продуктивно. Тем более, что и травы здесь нет. Скорее всего, железяка. Скорее всего, джесенька. От двери или от травы. От чего-то. По тем временам, не дешевая вещь. Обычному крестьянину это было не по карману. Как музейный экспонат, эта штучка ломаная. Поэтому в музей она не пойдет. Чистый металлолом. Приметная вещь такая. Если ты копаешь клад, а его все нету, значит он глуп. Ну вот это надо. Видишь? Нельзя позвонить. Он такой фоновый. А вот тут, да. Я бы сказал, что вот здесь. Ну и выкапывай, раз ты бы сказал. Ну твоя ямка ты не копай. Ну у меня только чернину. Ну распишни ногой. Чернину только видит. Не, он через чернинку пробивается. Ну что-то такое, я говорю, он какой-то непонятный. Свинца кусок какой-то. А, пломба. На самом деле. Да, пломба какая-то. Пломба. 1700, что-то там какой-то лохматый. 89-й. Насколько я знаю, винные какие-то пломбы вот эти. Здесь только рида. Не читайте. Ну, герб-то царский. Герб царский. Значит, пломба какая? Государственная. Скорее всего, да. С Дуглау-Мавролом. Элизавета, по-моему. Элизаветинский. 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 Ну, с той стороны, что там такое? Ну, тут 1789-й. 1889-й, Элизаветинский. Да, как-то странно. Знаешь, не... Ну, хотя название Элизаветинского могло остаться и до нашего времен. Герб-то смотри. Слушай, а герб-то вообще, по-моему, не российский, нет? Да вот, чем-то он мне сперва на американский пошел. Ну, смотри. Польский какой-то. Победоносец есть, значит, все нормально. Корон, Дуглава, Орел. Скипетр, Держава хорошо просматривается. Но надпись не читается. Ну, такой чистый артефакт. Не знаю. Можно отдать в музей. Посмотрят, подумают, что это такое, откуда это здесь. Хотя бы надпись даже прочитают. И то и то дело. В школьный музей отдает. Ну вот, да. Пусть репетишки и голову ломают. Что там написано? Да, хочу. В школьный музей отдал. Почитают книжки. Им интересно, кстати говоря. Вот он, небольшой ребус. Поломать голову. Что это такое? Откуда здесь взялось? Ну, вещица, кстати говоря, красивая. И сохранная хорошая. Фигня звенит. Забавно. Хорошее состояние. Лично я не знаю, что это такое. Знаю, что это штамп 1789 год. О, керамика какая. Керамика пошла. Червяки-то... О, вот она. Червяки-то жирные какие-то. А у меня наперсток. Какой-то надпись. Серебряный. Думаешь, серебряный? Ну, металл белый. Фига-то, у меня сувенец, а у него серебряный пакет. Вадим, держи. В музее в детский. Школьный. Ну, что, красивый наперсток, смотри какой. Детям отдашь. Отдавал. Тебе к печати. Ничего с материальной точки зрения. Интересного мы сегодня не нашли. Ну, парочка вещей. Да. Парочка вещей, которые украсит необычный музей Старопольской средней школы, где от посетителей отбоя нет. Почему необычный? Да потому, что значительная часть экспонатов этого музея находки Вадима. Да не просто находки. Уникальнейшие вещи, переданные в дар школе на зависть музейщикам из районного центра. Но историю о том, как из школьного исторического уголка, где ценнейшим экспонатом был портрет Ленина из огонька, с помощью кладоискателя Вадима удалось сделать настоящий музей, мы поведаем в следующем фильме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин